Девушку изнасиловали и убили в области ЖТСУ. Ее убили камнем по голове. 14 июля вечером 20-летняя Паулина Ткаченко из села Балпых-Би в области ЖТСУ вышла из дома и исчезла. Ее искали три дня. Спустя время ее тело нашли во дворе заброшенного здания. По предварительным данным, Паулину сначала изнасиловали, а затем убили. Знакомые девушки сообщают, что ее убили камнем по голове. Девушка скончалась около трех часов ночи 15 июля. Задержан ранее судимый 38-летний мужчина. Он подразумевается в этом преступлении. Его поместили в изолятор временного содержания. Следственные органы уже начали работу над делом. Проводятся допросы подозреваемого и свидетелей. Событие вызвало волну общественного возмущения и беспокойства в социальных сетях, и на форумах люди выражают свои соболезнования семье погибшей и требуют справедливого наказания для преступника. Жители Сила Балбик-Би организовали несколько акций памяти, чтобы почтить память Паулины и привлечь внимание к проблеме насилия в обществе. Местные власти заявили, что приложат все усилия для расследования этого жестокого преступления и обеспечения справедливости. Представители полиции отметили, что такие случаи крайне редки в регионе, но подчеркнули необходимость усиления мер безопасности, особенно для женщин и девушек. Психологи и эксперты по безопасности подчеркивают важность проведения образовательных программ и кампаний, направленные на профилактику насилия. Они призывают общественность быть более внимательной и осведомленной о признаках возможной угрозы. Местные СМИ активно освещают ход расследования и правовые журналистские расследования, чтобы выявить возможные причины и обстоятельства этого трагического события, которые журналисты подчеркивают необходимость реформирования системы, правопорядки и усиления контроля заранее судимыми лицами, чтобы предотвратить повторные, подобные трагедии в будущем. Знакомые и друзья Паулины Ткаченко вспоминают ее как жизненную радостную и добрую девушку, которая всегда стремилась помогать другим и мечтала о счастливом будущем. Они надеются, что ее смерть не будет забыта и станет толчком к изменению в обществе. Местная общественность планирует организовать мероприятия в поддержку СМИ Паулины и провести акции против насилия. Они верят, что совместные усилия помогут добиться справедливости и предотвратить подобные случаи в будущем. В этом контексте также ведутся обсуждения о необходимости создания специальных программ поддержки для жертв насилия и их семьи. Таким образом, смерть Паулины стала трагической не только для ее семьи и близких, но для всего общества. Эта трагедия подчеркнула важность внимания к проблеме насилия и необходимость мер по защите граждан от подобных преступлений. А как вы считаете, дорогие зрители? Напишите свое мнение в комментариях.